Говорит далее, шейх Мухаммад ибн Хизан, фасла муфи балдал масалин мутааллика бис сарф. То есть раздел относительно тех вопросов, которые связаны с сарфом. То есть с вопросами, которые связаны с обменом валюты. Говорит о сарфу, гуа бэй уннагди биннагд. Что такое сарф, во-первых? То есть сарф, обмен валюты, это когда человек продает деньги за деньги. Итта хадал джинс ау их талфа. При этом без разницы джинс, то есть род, денег, один и тот же или он разница. То есть имеется в виду, продаешь ты золото за золото, то есть когда род один и тот же, или продаешь разные виды. Когда продаешь, допустим, золото за серебро, или продаешь денежные купюры за серебро или за золото и тому подобное. Говорит, все это называется чем? Все это называется сарфом. Ай бэй уннагд балды хабибалб. То есть имеется в виду, продажа того, что обладает общепринятой ценностью у людей, одно за второе. Золото обладает общепринятой ценностью у людей, то и продает его за серебро. И серебро, в свою очередь, тоже обладает общепринятой ценностью у людей. Или продает его за денежные купюры. За рубли, за доллары, за ареалы, за дельхемы и тому подобное. Говорит, ашафииды называют то, когда происходит обмен одного и того же на одно и то же, то есть золото за золото, или серебро за серебро, или рубль за рубль, или доллар за доллар. Это называется каким образом? У них это называется мураталя. То есть они выделяют этому понятию отдельное название, которое называют мураталя. А в общем, данное понятие, то есть обмен денег на денег, называется каким словом? Называется словом ассарф. То есть, по-русски говоря, либо продажа валюты, либо обмен валютой одну на другую. Говорит, первый вопрос, который связан с этими вопросами в этом разделе, называется, галь атакабут, шарт лисухати сарф. Говорит, является ли атакабут, то есть перенятие денег обоими участниками сделки, из рук в руки, условием действительности сарфа, или нет? То есть имеется в виду, когда один человек продает другому доллары, допустим, за российские рубли, или, допустим, за еминские реалы. Является ли условием то, чтобы они не разошлись с этого мажлиса, то есть того места, в котором они производят эту сделку, не разошлись с него, пока каждый из двух участников не забрал деньги в свои руки. То есть и этот должен забрать, и этот должен забрать. Или можно сделать так, допустим, я даю тебе 100 долларов сегодня, а ты дашь мне еминские реалы, например, завтра, или вечером, или через какое-то время, или на следующей встрече. Разрешено это делать или нет? Тайп, ответ на это какой будет у нас? Ответ на это будет вытекающим из того, что мы уже рассматривали ранее. Помните, когда мы говорили, есть понятие род, есть понятие вид, есть понятие сорт. Мы говорили, если продается род за род, то не ставится никаких условий. Если ты продаешь золото, допустим, за финики, не ставится условие одного веса или одного объема, и не ставится условие, чтобы это было из рук в руки. То есть я могу дать тебе золото сегодня, а финики забрать у тебя завтра. Или наоборот. Тайп, если же продается один вид за другой вид под единым родом, как, например, золото за серебро, или финики за пшеницу. В этом случае мы говорим, необходимо выполнение одного из условий, из двух условий. Необходимо выполнение условия, чтобы происходило продажа из рук в руки. При этом не обязательно условие равенства в весе. То есть ты можешь отдать, допустим, 2 грамма золота за 20 грамм серебра или за 30 грамм серебра в зависимости от рыночной цены одного и другого. Значит, разница в весе разрешается, но ставятся условия, чтобы данная сделка произошла из рук в руки. Это как раз из нашей истории. То есть когда ты меняешь деньги одни на другие, это из правила какого? Когда ты меняешь один вид на другой. Доллар на рубли, золото на серебро, золото на доллар и тому подобное. В этом случае необходимо соблюдение этого правила, этой основы, этого условия, чтобы сделка происходила из рук в руки. И третье, которое мы называли, когда ты меняешь один сорт на другой сорт. Золото хорошего качества за золото плохого качества или просто золото за золото. В данном случае ставятся два условия. Должна соблюдаться одинаковость в весе или если мы говорим о втором роде, а это финики, пшеница и ячмень и соль, тогда одинаковость должна соблюдаться в объеме. И должно соблюдаться второе условие, а это перенятие товара из рук в руки, чтобы не получилось откладывание. Не так, что ты даешь пшеницу сегодня, а вторую пшеницу забираешь у человека завтра. Отдаешь ему сегодня, а забираешь у него завтра. Такое не пойдет. То есть должно происходить из рук в руки. Значит, ответ наш стал, иншаллах, ясен заранее. То есть до того, как мы его еще прочитали, усвоили то, что от такабов, взаимное перенятие валюты или денег, то есть золото или серебра, двумя участниками обмена валюты должно происходить из рук в руки, пока люди не разошлись из мажлиса. Так вот, говорит, сказал Ибн Кудама в своей книге Аль-Мухни. Говорит, и перенятие денег из рук в руки, и ты мне дал, и я тебе отдал. Говорит, является обязательным условием действительности обмена валюты или обмена денег друг на друга без разногласия, если это происходит в одном мажлисе. То есть должны обменяться деньгами в одном мажлисе, без разногласий. Не пойдет так, я тебе дал, а ты куда-то ушел, потом принес. Можно так делать? Я тебе дал свои 100 долларов, сказал, пойду домой схожу, у меня еминские реалы дома. Не пойдет. Если ты ушел, а я остался в мажлисе, это запрещено. Но я должен пойти с тобой вместе. Там тебе дать 100 долларов, а ты мне дашь что? Ты мне дашь еминские реалы. Или я тебе уже отдал, но идем мы с тобой вместе. То есть у нас мажлис продолжается, мажлис не заканчивается. Говорит, это разрешено. Это усвоили или нет? Смотри, сказал Ибн Мунзир, говорит, сошлись единогласно все, от которых до нас зашло знание, то, что два человека, которые проводят сделку сарфа, то есть сделку обмена денег, если они разошлись до того, как переняли деньги друг от друга, единогласное мнение без разногласий, что такой сарф является недействительным, то есть как будто бы его не было. За ним не следует никаких последствий. Говорит, и это основывается на слове пророка, то есть в хадисе кого? Умар ил-Хаттаба. Золото за серебро, риба. Кроме как если будет из рук в руки. Отсюда получается, что если золото за серебро будет из рук в руки, то это уже не риба. Даже если золото один вес, а серебра больше в весе. Так как мы говорили, должно соблюдаться только одно условие. Продавайте золото за серебро, как хотите. То есть имеется ввиду в любом весе. Золото 2 грамма, а серебра 20-30, как хотите. Но если это будет из рук в руки. То есть из рук в руки остается это условие необходимым. Это хадис кого? Абубакраты. И третий хадис о том, что пророк запретил продавать золото за серебро в долг. Золото за серебро в долг. Говорит. И запретил продавать отсутствующие. То есть одна валюта отсутствует, а другая надзис присутствует. Такое, говорит, запрещено. Но должно оба присутствовать. Тогда сделка будет какой-то действительной. Этот последний хадис кого? Хадис Убады ибн Ас-Самита. Говорит, передал имам Ан-Науи от Исмаиля ибн Алии, то, что он разрешил расходиться из Мажлиса до того, как второй заберет соответствующую валюту. Нам это мнение какое? Явное неправильное. Так противоречит хадису пророка саллаллаху алейу саллама явным образом. Говорит, шейхамат ибн Ахизам, и яльтахику бидалека шара аз-захаб ау-льфибба бил аурак аль-малия. Этого же самого постановления является то, когда ты продаешь золото или серебро за деньги, за денежные купюры. То есть ты пришел в магазин, где продаешь золотое украшение. Покупаешь золотое украшение за деньги. Сколько стоит это золотое украшение? Говоришь, тебе говорят 9,5 тысяч реалов за грамм золота. Таев, сколько здесь грамм золота? Допустим, столько-то. Сколько получилось в долларах? Столько-то. Например, говоришь, давай я золото возьму, а деньги завтра принесу. Такое пойдет или нет? Такое не пойдет. Или говоришь, на тебе 100 долларов, а золото я завтра у тебя заберу. Такое разрешается или нет? Такое не разрешается. Но ты должен это золото взять, а потом можешь оставить у него. То есть взять себе в руки его, а потом можешь оставить у него как водя, просто как на хранение. Это разрешено, но просто отдавать нам деньги, а золото не забирать, такое запрещено. Своё или нет? Значит, когда мы говорим, брат, обмен валюты, не имеется в виду только доллары на рубли или золото за серебро, но имеется в виду также денежные купюры за само золото или за само серебро. Тоже должно соблюдаться из рук в руки. Говорит, А также этого же самого постановления касается продажи от них денежных купюр за другие денежные купюры, доллары на рубли, доллары на еминские реалы и так далее. В этом всем тоже необходимо условие из рук в руки. Этот вопрос, иншаллах, я думаю, понятен. Теперь далее, следующий вопрос.